Заметка Электрика По требованию выполнения электропроводки в жилых помещениях, а именно по требованию к материалу и сечению жил, проводов и кабелей. Напомню, что согласно ПОЭ, пункт 7.1.34 и таблица 7.1.1, электропроводка в жилых зданиях, то есть общественные, административные и бытовые, должна быть выполнена только медными кабелями с минимальным сечением 1,5 квадратных миллиметров. Вот у меня в руках ВВГНГЛС с сечением как раз самым минимальным, это 1,5 квадратных миллиметра. Исключение составляли лишь питающие и распределительные магистральные сети, которые согласно ПОЭ, пункт 7.1.34, могли быть выполнены с алюминиевыми жилами, но с учетом того, что их сечение будет не меньше 16 квадратных миллиметров. Еще в исключение попадало инженерное оборудование жилых зданий, такие как насосы, вентиляторы, колориферы и тому подобное, которые можно было подключать проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 квадратных миллиметров. Вот у меня для примера как раз алюмишка 2,5 квадрата. Абсолютно идентичные требования указаны и в своде правил СП-256 в пункте 15.3. Так что же нам преподнес новый приказ 968? С полным текстом приказа вы можете ознакомиться, перейдя по ссылочке, которую я оставлю под видео. А пока расскажу саму суть. Дело в том, что данный приказ категорически противоположен требованиям ПУЭ и СП-256 в плане применения электропроводки с алюминиевыми жилами. ПУЭ и свод правил запрещал применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами за исключением тех случаев, про которые я сказал выше. Теперь же электропроводку в квартирах и домах можно смело выполнять как с медными жилами, так и с алюминиевыми, соблюдая их минимальные сечения, которые также приведены в данном приказе. Вот я распечатал, в общем, минимальные сечения, указанные в этом приказе, в таблице 1. И вот, как видите, допустим, групповые сети медной жилы, это минимальное сечение 1,5, а алюминиевые жилы 2,5. Линия от этажных до квартирных счетов и к расчетному счетчику минимальное сечение медных жил 2,5, алюминиевых 4. Ну и распределительные сети и магистрали стояки для питания квартир. Минимальное сечение 4 квадратных миллиметров у меди и 6 миллиметров квадратных у алюминия. В данном видео хочу рассказать про свое мнение по данной ситуации. Лично я против требований данного приказа и буду продолжать соблюдать требования исключительно по и сводоправил SP-256 по следующим тому причинам. Ну, во-первых, алюминий, как вы все знаете, обладает текучестью, то есть это достаточно такой мягкий металл. При его применении необходимо регулярно протягивать контактные соединения, в особенности винтовые. А кто это будет делать в квартире? Помните, что бывает, когда ослабевает контакт? Если забыли, то можете посмотреть мое видео с наглядным тому примером. Ссылку на видео с плохим контактом я тоже оставлю в описании под видео. Конечно же, это не исключает и того случая, что контактное соединение из меди тоже не ослабнет. Но, тем не менее, алюминий больше подвержен текучести. Такое уж ему отведено свойство. Во-вторых, алюминий обладает меньшей прочностью хрупок и ломок. И после буквально нескольких изгибов жилы она с легкостью ломается. Ну, даже можно вот, допустим, смотрите. Вот зеленая жила. То есть, раз и загнули. Два и загнули. Вот обратно. Два. Все. То есть, она уже обломилась. То есть, раз загнули. Два загнули. Три загнули. Четыре загнули. Пять загнули. Шесть. Ну и все. Вот она. Как видите, у меди такого нет. То есть, раз загнули. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. То есть, сколько раз вот мне нужно его изогнуть. Вот. Только сейчас вот обломился проводничок медный. В отличие от алюминия, видели разницу? Может быть, и в квартирной электропроводке не нужно часто отключать, подключать или отключать жилы. То есть, лишний раз гнуть жилы алюминиевые. Но, тем не менее, даже в процессе монтажа иногда приходится что-то перезавести, что-то переделать, переподключить. Соответственно, с дальнейшим выпрямлением или изгибом жил. В таком случае делать это нужно будет с особой ювелирной аккуратностью. В-третьих, уже большинство клемм у различных устройств, автоматов, дифавтоматов, контакторов, выключателей и так далее, выполнены из меди или латуни. Поэтому, в случае с алюминием, его нельзя будет непосредственно подключать к ним из-за их несовместимости. Тут я имею ввиду их гальваническую пару. Сейчас я об этом рассказывать не буду, а уделю как-нибудь этому отдельное видео и поговорим об этом более подробно. И как быть в данном случае? То есть, когда у нас алюминиевые жилы, а подключить надо нужно к медным зажимам, клеммам и тому подобное. Что делать-то в этом случае? Не использовать автоматы с медными зажимами или как? Но ведь иногда мы не являемся инициаторами установки того или иного автомата и не всегда есть возможность выбрать или заменить его на необходимый нам автомат. Вот, то есть, вопрос в этом случае остается открытым. В-четвертых, при одной и той же пропускной способности придется использовать большее сечение. И теперь к той же розетке с номинальным током 16 А придется уже подключать жилы сечением не 2,5 мм по меди, а 4 мм по алюминию. Еще умудрившись при этом сделать минимум изгибов, аккуратно уложив провода в подрозетники. А если еще учесть то, что в последнее время идет активная тенденция применения электропроводки без распределительных коробок, где все соединения необходимо делать в самом непосредственно подрозетнике, то это просто страшно себе представить эту картину. Вот скажите мне, как я здесь смогу выполнить и уместить все те же соединения, только использовав алюминиевый провод большим сечением. Порой медные проводники проблематично уложить при такой раскладке, что уж говорить об алюминии. Но опять же хотел бы внести некоторые пояснения. Речь в данном приказе идет не о чистом алюминии, а об алюминиевых сплавах марки 8030 и 8176. Ну, в общем, восьмитысячная марка, восьмитысячная серия. Данный сплав алюминиевый разработали специалисты Русала. Но ведь, по сути, какая разница? Процентное соотношение алюминия в этих же сплавах составляет 95%. И его основные свойства остаются, по сути, прежними. Хотя Русал утверждает, что сплав восьмитысячной серии – это совершенно новые сплавы и достаточно прочные. Не спорю, что инновационные сплавы, разработанные Русалом, действительно заслуживают особого внимания. С их слов, они разработали новую кристаллическую решетку алюминия, которая устраняет его недостатки и позволяет производить кабель даже с многопроволочными жилами и даже с шестого класса гибкости. Вот на основании этих достижений и ввели в действие данный приказ. Опять же, по их мнению, кабели с алюминиевыми жилами из новых сплавов создадут весомую конкуренцию кабелям с медными жилами, основываясь на его легкости и уменьшенной стоимостью. С их слов, экономия составит чуть ли не в 2,5 раза. Ну а вам не кажется, что здесь, в данной ситуации, идет активное пролоббирование интересов компании Русал в плане увеличения ее прибыли? Ладно, ставим политику в сторону. Безусловно, разработкам специалистов Русала я верю. И хочется уже побыстрее увидеть кабели с алюминиевыми жилами из новых сплавов. В особенности, прям хочется посмотреть, как выглядят гибкие алюминиевые кабели, алюминиевые жилы. Но насторожение у меня вызывает даже не новая разработка сплавов в 8000 серии, а производители кабельно-проводниковой продукции. А именно, различные шарашкины конторы, которые активно расплодились на территории нашей необъятной родины. Зная текущую ситуацию на рынке с медными кабелями, что же мешает им с таким же успехом изготавливать провода и кабели вот из такого же обычного алюминия? Да еще и с заниженным сечением и толщиной изоляции. Да ничего не мешает. Как были на рынке подделки и контрафакты, так и будут. Поэтому не исключено, что под марками кабелей с новыми алюминиевыми сплавами серии 8030, 8176 и другие будут продаваться вот такие вот обычные алюминиевые кабели или провода с обычным алюминием. Да еще, как я уже сказал, изготовленные по АТУ, с заниженным сечением, утонченной изоляцией и тому подобное. Поэтому мой вердикт следующий. Лично я остаюсь на меди. Ну а в заключении видео спрошу вас, как вы отнеслись к данной новости. Может я где-то и не прав, то с удовольствием выслушаю вас и ваше мнение в комментариях. Ну, на этом, наверное, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok